Здравствуйте! Продолжаем серию уроков по изучению SketchUp. Сегодня мы с вами поговорим о управлении инструментами рисования. Что это имеется ввиду? До сих пор мы с вами использовали инструменты и строили линии, многоугольники, окружности, без учета размеров. Но на самом деле, конечно, всегда при построении приходится учитывать размеры. Прежде чем говорить о размерах, давайте заглянем вот сюда, в вкладочку «Окно». И здесь есть такая панелька «Модель инфо». Мы к этой панельке будем возвращаться еще неоднократно, но сейчас нас интересует, прежде всего, самая последняя запись «Юниц». Это размеры. И вот посмотрите, здесь мы можем настроить формат размеров, то есть метрическая система измерений. Может быть тут архитектурная, инженерная. Может быть единица измерения миллиметры, а также сантиметры, метры, футы, дюймы. Но мы оставим миллиметры. Здесь же точно так же можно настроить, как будут отображаться углы. Настроили. После этого перейдем к инструментам и рассмотрим, как же работают инструменты точно. Ну, начнем сначала с инструмента «Линия». Для того, чтобы построить линию, мы уже знаем, что достаточно указать начало, направление, куда будет линия направлена. И на этом мы останавливались. А теперь посмотрите в правый нижний угол экрана. Вы там видите длина и тысячу десять тысяч триста двадцать пять миллиметров на данный момент. Мне, допустим, необходимо построить пять тысяч миллиметров. Ввел пять тысяч и нажимаю Enter. Вот этот отрезок построился ровно длиной пять тысяч миллиметров. Пять тысяч миллиметров. Что еще мы можем здесь делать с этой линией с точки зрения измерения? Выберем эту линию. Выбрали. Щелкнем правой клавишей. И здесь есть информация по этой линии. Вот эта информация. Видите, она появилась. Информация по этой линии. То, что касается самой линии. Что можно с ней сделать? Ну, а также можно еще с этой линией, ну, кроме того, чтобы получить информацию, выполнить некоторые интересные вещи. Например, разбить ее на сегменты. Нажимаем Drive. И видите, тут четыре сегмента. А в правом нижнем углу стоит у меня циферка 5, 7, 8. Ну, например, я введу 10. Enter. И тогда она может разбиться у меня на 10 участков. Вот видите, тот кусочек разбился на 10 кусочков. Или сколько необходимо. Обратите внимание на то, что линия, когда разбилась на сегменты, то каждый сегмент у нас регулируется и управляется отдельно. То есть, я его могу отдельно удалить, этот сегмент, и вся линия осталась. Если было бы это просто линия, то она бы удалилась бы вся в данном случае. Ну, у нас, кроме самой линии, есть еще и другие инструменты. Например, это может быть, что? Прямоугольник. Изобразим прямоугольник. И посмотрите, в правом нижнем углу записано 450,825 миллиметров. То есть, это по красной линии сначала идет размер, а затем по зеленой линии. То есть, этот размер я могу выбрать так, и могу точно так же здесь ввести вот этот размер. Поменять его размером в процессе построения. Аналогично другие инструменты рисования. Например, окружность. Если я указываю центр, введу немножко в сторону, и у меня в правом нижнем углу отображается радиус. Я могу ввести этот радиус, нажать enter, и окружность необходимого радиуса построилась. Теперь давайте посмотрим для полигона, многоугольника. Точно так же я могу сначала, видите, выбрать количество углов. Например, 8 подтвердил. И далее щелкаю, где его центр. И веду дальше. Указываю затем радиус описанной окружности. И вот построился такой у нас многоугольник. Дальше. Что с этими объектами можно делать дальше? Ну, этот объект можно, например, окружность выбрать. И смотрите, сразу отобразилось, вот здесь, справа, в табличке, ее радиус, количество сегментов. Количество сегментов. Что это такое? Дело в том, что любая окружность у нас изображается не гладкой кривой, а изображается состоящей из кусочков сегмента, кусочков прямых. Вот если мы приблизим, то видите, вот эти кусочки есть. Здесь у меня по умолчанию стоит 24 сегмента. Что произойдет, если я поменяю? Напишу здесь 12. И посмотрите, у меня стала в данном случае окружность такая более угловатая, менее похожа на окружность, а больше похожа на многоугольник. Можно, конечно, увеличить, да, это количество. Вот я сейчас увеличу. И оставлю так, как было, 24. Как правило, этого достаточно для того, чтобы у нас окружность выглядела окружностью. Не нужно увлекаться тем, что делать как можно больше, отрезочки эти как можно меньше, поскольку это нагружает сам компьютер, замедляет работу программы. Это можно сделать в конце, например, когда нам необходимо модель привести в тот вид, который мы с вами желаем. Если мы выберем, например, полигон, многоугольник, то мы тоже сразу видим, что вот здесь видно радиус, количество сегментов. И вот если мы здесь поменяем на количество сегментов, то, смотрите, вместо 8 стало 6 сегментов. Вот такие можем мы изменения проводить и так работать и точно указывать размеры тех элементов, которые мы строим для инструментов рисования. Кстати, вот то, что я сказал, для промолли линии, оно точно так же относится и к дуге относится точно так же. И даже если мы выберем, например, линию свободную, то есть эту линию, которую мы рисуем от руки. Нарисовали такую линию, мы ее тоже, выбрав, можем преобразовать. Вот смотрите, что количество сегментов у нее столько-то есть, вот этот кусочек линии. Мы это количество можем увеличить и уменьшить. Увеличить или уменьшить. Кроме того, любой элемент, будь то вот эта линия, будь то вот эта линия, если мы ее выделим, щелкнем правой клавишей, и для нее может быть доступна функция вот эта, например, взорвать, да, то в этом случае она превратится, кривая плавная, в кусочки прямых линий, да, кусочки прямых линий. Ну, и можно эту операцию провернуть обратно, да, вернуть назад. Вот такие, такие возможности представляются для управления, для управления инструментами рисования. Ну, а для инструментов модификации тоже представляются свои возможности, но об этом мы уже поговорим в следующий раз.